Без внимания взрослых. Такие дети часто становятся малолетними правонарушителями. Только тогда общество начинает бить тревогу и думать, как справиться с этим злом. О том, где ребята получают шансы справиться, в репортаже Ольги Пырочкиной. Петя – обычный подвижный ребенок, который любит играть и не очень жалует школьные учебники и домашние задания. В свои 9 лет он уже второй раз в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. За кражем. Расскажи, пожалуйста, ты здесь что делаешь? За что ты тут оказался? Белсебец воровал. Понятно. А здесь тебе как? Что здесь делаешь? Расскажи, занимаешься, играешь с другими ребятами? Играю с другими ребятами, в шашки играем, гулять выходим, мячик играем. Учитель со мной занимается, научили отжиматься, проседать. Несмотря на то, что скучать здесь, судя по всему, некогда, мальчик хочет домой. Мечтает стать таксистом и обещает, что сюда больше никогда не вернется. Здесь оказываются те, кто совершил общественно опасные деяния, которые попадают под уголовный кодекс. В основном это кражи, грабежи, побои и административные правонарушения. Максимальный срок пребывания – 29 суток. Возраст воспитанников от 7 до 18 лет. Это далеко не всегда дети из неблагополучных семей. За 10 месяцев было помещено 105 несовершеннолетних. Из них за совершение общественно опасных деяний – 36. Это, в принципе, практически столько же, сколько в прошлом году. Задачами центра является найти первопричину, почему ребенок это совершил. Что способствовало, что подвигло ребенка на совершение правонарушения. С ними работают психологи, воспитатели. Мы подключаем для работы наркологов, психиатров. Сейчас в центре шесть воспитанников. Учреждения сами сотрудники называют пионерским лагерем закрытого типа. Кто-то, возможно, посчитает, что пребывание здесь слишком мягкое наказание. Однако решетки и замки оказывают сильное впечатление на юных правонарушителей. Специалисты отмечают, для того, чтобы серьезно задуматься над своим поведением, этого вполне достаточно. Ольга Пыречкина, Андрей Спиридонов, Республика.